Всем привет! Наконец-то подрубил. Уже не помню, сколько дней мейнстрим не стримил. Играю 24 на 7 в Диабло, ложусь спать в три ночи постоянно и нет желания стримить вообще. Кстати, есть шанс, что я и завтра не подрублю мейнстрим. Мне нужно лезть спать рано для начала, чтобы было настроение стримить. У меня такое бывает, что я заседаю играть какую-то игру прям очень надолго, играю целыми днями. И кроме этого ничего не хочется делать. Сколько? Уже дня 4 или 5 играю в Диабло 4 каждый день и ложусь спать в три ночи, поэтому нет настроения делать мейнстрим. Очень постоянно ебаю своих зрителей на мейн. Что значит наебываю? Очень постоянно. Не наебываю и не постоянно. Подрубай за трамейн, дропнешь игру за час и дальше пойдешь играть в Диабло. А какой смысл подрубать, чтобы типа дропнуть? То есть через силу подрубать, чтобы дропнуть? Зачем тогда аукционы я провожу? Ну это как-то неадекватно и некрасиво. Лучше не подрубать, что я и делал, если я не хочу стримить. А когда захочу, потом нормально подрубить адекватно и объективную игру оценить. Есть шанс подрубать диск Элизиум, если дропнешь игру, которая выиграна на ауке? Нет. Не забудь в игрушке, которую будешь стримить, подруби хардкор. Так и сделаю. Ты много видел игр, что я стримил без хардкора? Проще перечислить игры, которые я прошел на хардкоре, чем вспоминать игры, которые я играл без хардкора. Я все игры играл, вернее, получается, на хардкоре, кроме Дума. Кроме Дума Eternal. Я бы это мог в теории, но зрители бы не оселили. Потому что там ту игру пройти на хардкоре это очень сложно. Там нужно именно ее задрачивать жестко. Такие игры проходятся на хардкоре чисто по памяти. То есть нужно всю игру задрочить, каждую стадию, чтобы гарантированно ее пройти на хардкоре. Ты на Троуа стримишь? Нет. Меня вообще Троуа взламывали. Там, короче, какая-то хуйня на Троуа, я не знаю. Я несколько раз писал Чеву, который меня изначально называл на Троуа. То, что там какой-то взлом происходит. Ему, ну, как бы, он говорит, что он передавал это самим Троуичам. Они нихуя сделать не могут, короче, без понятия. Ну, короче, если что, я его не контролирую, этот канал. Его взламывают, блядь, такое ощущение постоянно. Короче, какая-то хуйня. Дэд-рок, это новый жанр, блядь. Дэд-рок, почему Дэд-рок? Чё, взагалли про такое? Ты издеваешься или что? Что за пиздец? Почему это называется Дэд-рок? Почему? Я знаю некоторые группы отсюда, но... Почему это называется Дэд-рок? Ну, вообще, я не слушаю вот эти все группы, кстати, если что. Но придумывать жанр Дэд-рок, это типа... Я так понимаю, это какой-то... В том числе хороший рок называют Дэд-роком, потому что что? Потому что новое поколение не слушает хорошую музыку или что? Пиздец, Дэд-рок. Ну, это надо придумать такое. Кто так называет? Тупые малолетки? Кто так называет? Зачем называть именно Дэд-рок? Короче, зачем ты мне это объясняешь? Старая хуйня. Большинство старой... Ну, типа, большинство старой музыки это то, которую можно слушать. Новую даже слушать невозможно, она хуёвая в целом. В Таркове новый патч, автодорбовик будет. Заебись. В Таркове будет ивент зоби, когда уничтожение фулок на выходе. Я сейчас пока в Тарков не играю. И вот какого сейчас... Вот какая мотивация вот в Таркове убивать фулки, да? Вот ты убил кого-то и что? У всех всегда много денег, бесконечные деньги, толку с того ноль. Тарков суперлёгкая игра. Если бы это была больше PvP-игра, а из неё такое PvE сделали, конечно. Там настолько просто фармить эти бесконечные квесты, которые миллион наград дают. И, ну, вот убил ты кого-то, кто полностью одет, и что? Ну, всем похуй. Уже, наверное, вернусь в Тарков, когда они полностью доделают эту систему перехода с карты на карту. Короче, когда релизнут игру, скорее всего, вернусь. Вряды будут играть до этого. После авантюры на какой фидпэк от папича ожидаете? Ты этот чат спрашиваешь? Сейчас тобой чат будет делиться мнением. Или что? Да нету её, блядь. Ну, в смысле, где? Ну, нету её. Ну, в смысле, ну где? Ну, нету её. Ну, что ответить? Если бы ты смог выбрать суперспособность, какая из них помогала тебе на стримах или в играх больше всего? Как бы ты её использовал? Ну, что-нибудь связано со скоростью, наверное, помогло бы в играх. Блядь, только налево или пи... Сергей, пы... Что значит пы, интересно? Что думаешь про фильм Терминатор 2? Шедевр. Как относится к Бондиане? Ну, вообще, в целом не фанат фильмов про Джеймса Бонда. Ну, типа, есть хороший, от который был с Евой Грин, вот он хороший. Титаник или Бойцовский клуб? Что понравилось больше? Титаник. Будешь ли проходить ремейк Готики, как выйдет? Ждёшь ли? Я не знаю, буду ли я проходить. Нет, я не жду. Я даже не знаю, что я сейчас из игр жду. А, ну, Пое 2 я, в принципе, жду. Но я сейчас начал играть в Диабло 4, мне кажется, я теперь буду долго в Диабло играть, если снова не рипнусь. А Пое 2 выйдет, судя по всему, недоработанным. Будет ли ремастер РДР? РДР нуждается в ремастере? Это вопрос. Буду ли я стримить? Я не в курсе вообще. Будешь играть в DLC Life of P. Вот, кстати, DLC Life of P ждём. Что я жду? Это, по идее, Пое 2, но Пое 2 выйдет некачественное, ну, типа, недоделанное. Его будут долго доделывать, скорее всего, на протяжении полугода или года. А DLC Life of P должно, ну, сразу быть качественным, очевидно. Короче, ждём DLC Life of P, Pathologic 3, по сути, да, Pathologic 3 и Пое 2. Вот, три игры, которые я жду. Всё остальное я не думаю. Когда Лёш Попович? Никогда. Иди нахуй. А за сколько съел бы свиную котлету на стриме? Я не знаю, дорого. Я котлету не ем. Тысяч 10 долларов хотя бы, а то и больше. За сколько съел бы арбузный нац? Да, такой существует. Блин, я бы проблевался. Я бы блеванул у себя, съел бы что-то арбузное. Ну, типа, у меня арбуз не нравится. На неприятничах. Как относишься к газированной воде? За сколько выпьешь 0.5 литра? Газированную воду, да, блин, это ж фанта, грубо говоря. Ну, либо просто минеральную воду газированную. Недорого. Вообще, газированную воду, именно вот простую, вот эту вот, так называемую Sparkled, минеральную, которую называют, я её не пью. Ну, я мог бы выпить, если надо, за деньги. Думаю, недорого. За 500 баксов мог бы выпить пол-литра. Ну, лучше за 1000 баксов, но мог бы и за 500, наверное. Как относишься к энергетикам? Нет, я такое не пью. Это ж супер вредно. Даже если не без сахара, а сено не вредное. Энергетики с сахаром вредны на 10 из 10, а энергетики без сахара вредны на 7-8 из 10. Вот, что я думаю. Хотели, чтобы он этой дубиной, блять? У него дубина килограмм 20, не знаю. Хотели, чтобы он по башке дал? У тебя на потолке дилдак полтёт, или чё это? Тут верим. Если бы стал президентом любой страны, какой бы первый закон издал? Захуйню в чате наказание какое-то. Банить интернет. Куда тебе кидать девок на оценку без доната? О, великие силы. Я не люблю оценивать девок, потому что я публичная личность. Я могу кинуть девку, которую я не знаю, кто это, да? Допустим, я её оцениваю, а потом оказывается какой-то там уже видос про меня, где я какую-то девку оцениваю, которая оказывается какая-то известная. И кто-то начинает это обсуждать. Спрашивает, а почему ты её так оценил, а не так? Мне это, ну, раздражает. У? Или не У? Не У. То самое чувство, когда подумал, что У, но не У. То самое чувство, когда подумал, что Экзекути, но это вышло наебути. Девка-гладиатор. Понятно. Девка-гладиатор, это, конечно, рофл. Я в детстве, когда мне было лет сколько, не помню, 10 или 9, я как-то, короче, наткнулся ночью на кино про девок-гладиаторов. Я подумал, интересно, да? Девки-гладиаторы. Ну, я же говорю, было лет 9-10. А потом оказалось, что это порно-фильм. То есть его показывали там после 12 ночи. То есть был порно-фильм про девок-гладиаторов. Ну, не прям порно, а эротический, да? То есть я сначала подумал, о, типа, интересно, девки-гладиаторы. А потом подумал, действительно интересно. Не знаю название, правда, никогда не вспомню. Игра Tormented Souls, это, по сути, резидент, намного ближе к второму резику. Загадками сложнее Sound Heal'а. Прочекать тестопрод задел? Ну, я не знаю, что сказать. Я не ищу игры, это игры находят меня, понимаешь? Так же самое, как со всем, то, что мне нравится. Допустим, какая-то хорошая качественная музыка и прочее, прочее. Я не ищу этого, он на самом деле меня находит. Если бы это была действительно такая пиздатая игра, я бы не услышал. Я бы уже поиграл, наверное, давно. Прочекать Tormented Souls в стиме. Не хочу ничего чекать, отстань от меня. Ты Rock Legacy из чата прочека... Чекни Tormented Souls тоже. Rock Legacy я из чата прочекал? Я не помню, даже всегда отстань. Отстань, просто это, ну, отстань, типа, и все. Почему ты меня заставляешь игры чекать? Ну, я ненавижу вот это вот искать игры, искать что-то, смотреть. Вот я должен сейчас идти искать, смотреть, понимаешь? Я могу прочекать, но какое я могу мнение сформировать там за одну минуту, то, что я посмотрю кадры какие-то там в стиме. Даже нужно обзор смотреть на ютубе полноценно на минут 20-30. А нахуя оно мне надо? Без стрима глянь, если сейчас лень. Я 8 лет тебя смотрю и знаю уже плюс-минус, что нравится. Чего он ко мне дай болс? Все, всем пока. Не знаю, что по поводу завтрашнего стрима. Я каждый день, я же говорю, я ложусь спать около 3 ночи. И у меня желания стримить вообще нет. Я просыпаюсь и, как бы, ну, вы знаете, вот такое настроение там, как будто хуёво поспал, даже если ты спал часов 9. И желания стримить вообще нет. Я играю каждую ночь в Diablo. Надеюсь, завтра будет стрим, но я не знаю. Давайте просто будем верить, что он когда-нибудь будет. Как всегда, я играю на стоккал, что играешь до поздней ночи. Да, примерно так. Ну, справедливости ради стоит отметить, что там было много обновлений. Мне сейчас интересно поиграть. Я в целом просто люблю этот жанр, Diablo лайки, вот и все. Я бы, ну, любую более-менее качественную игру, имеется в виду качественная графика и анимация, я бы, типа, в любую подобную, наверное, так же самым бы играл по итогу. Все, всем пока. А по поводу игры, которую я выиграла в аукционе, мне уже ее подарил MR3, она у меня уже есть. Осталось только ее подрубить. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok